Приветствую всех, с вами Хомиш. В сегодняшнем видео я вам вкратце расскажу о всех плюсах Windows 10, а также о том, как увеличивается производительность после ее установки. Но для начала я все же объясню, как поставить 10-ю винду до ее выхода. Конечно я понимаю, да, многие из вас знают, что в принципе все просто, заходите на какой-нибудь трекер типа Русторки, пишите Windows 10, находите какой-то билд, устанавливаете, активируете и все, в принципе можно пользоваться. Да, в принципе так оно и есть, и процесс этот очень простой, но можно получить еще и вообще лицушную версию, которая сама будет без проблем обновляться, из которой вообще никогда не возникнет никаких нареканий. Для этого вам нужно иметь аккаунт Microsoft, на котором нужно будет оформить подписку на получение инсайт версии Windows 10. После чего можно скачать как официальный образ от Microsoft, так и какой-нибудь абсолютно с любого трекера, в любом случае после его установки вам нужно будет зайти лишь в свой аккаунт Microsoft и все. Произойдет автоматическая привязка аккаунта к винде и проблем не будет у вас совершенно никаких, винда будет самообновляться, все будет отлично и удобно. Тем более десятка действительно шикарная, она стоит того, чтобы ее поставить, даже если у вас седьмая винда или какая-нибудь XP, на нее стоит перейти. Причем без разницы, будь у вас ноутбук, старый ПК или еще что-то, в любом случае переходить стоит, потому что оптимизация здесь просто зашкаливает. Так это бета-версия и при этом в этой бета-версии у вас оптимизация намного лучше, чем на восьмой, седьмой, XP и где угодно. Поначалу я был дико поражен и даже не поверил в то, что может быть такой прирост. Обычно да, конечно, ты ставишь винду и у тебя все становится лучше, но чтобы настолько, чтобы FPS во всех играх вырос и чтобы вообще система начала намного быстрее работать, я такого вообще не видел. Но поверьте, это оказалось действительно так. Для интереса я даже поставил десятку на ноут, где тоже FPS вырос, но в сегодняшнем ролике об этом я рассказывать не буду. Все же самое главное, это поделиться с вами впечатлениями о том, как сильно у меня выросла производительность в танках, в арме 3 и вот в подобных играх, где очень сильно решал процессор и возможно как раз таки не хватало оптимизации системы. К счастью, десятая винда настолько оптимизирована, что даже мой AMD-шный FX8320 смог проявить себя на максимум, чего я очень давно хотел добиться. Сравнительно раньше в танках я ультры даже не ставил, потому что как только я включал ультра настройки, у меня иногда FPS мог проседать до 25, что ну было не очень приятно. Сейчас же, после перехода на десятую винду, FPS у меня ниже 40 вообще не проседал. Я не знаю, что Wargaming такого сделал, но на удивление танки на десятой винде показывают себя намного лучше, чем на седьмой, восьмой и вообще до чем угодно. Ведь это действительно что-то нереальное, возможно кстати Wargaming теперь настолько плотно сотрудничает с Microsoft, что они уже заранее оптимизировали танки под десятую винду, я не знаю конечно, но действительно выглядит это именно так. Потому что такой плавной картинки я не видел уже очень давно. Но все же если хоть немного задуматься, то в принципе это не удивительно, ведь танки уже вышли на Xbox 360, вот совсем скоро выходят на Xbox One. А это все-таки консоли Microsoft, значит скорее всего Wargaming уже сотрудничает более плотно с Microsoft'ами. И вполне реально, что они смогли добиться того, что им дали какой-то там специальный билд десятой винды для разработчиков, и Wargaming уже оптимизировал клиент под эту самую винду. Выглядит это очень логично, и если такой ход будет действительно проведен, то это просто ну очень круто. Тем более другого объяснения такого прироста к FPS я просто не вижу. Если у вас есть какие-то предположения, то сообщите об этом, мне лично очень интересно. В дополнение к этому, мною был замечен очень хороший прирост FPS в третьей армии, в которой раньше у меня была очень дерганая картинка. Если я стоял ультры, то вообще мы FPS мог проседать до 23, а то и вообще до нуля. Сейчас же да, иногда конечно при входе в город, когда очень много всего отгружается, может иногда начать дергаться картинка. Но в целом, FPS настолько стабилен и настолько плавен, что я был очень поражен. Видимо, ребята из Богемии тоже уже оптимизировали арму под десятую винду. Тем более, это неудивительно, так как они давно говорили, что планируется полная поддержка DirectX 12. Так что я думаю, к релизу полноценной десятой винды, которая будет включать в себе полноценный DirectX 12, в арме FPS станет еще лучше. Насчет танков, такое конечно тоже можно предположить, но насчет того, что там будет DirectX 12, прям поначалу, я не уверен. Я думаю, он появится ну хотя бы позже, может быть там в сентябре, а может и к новому году. Но в любом случае, на танковом движке тоже должен скоро появиться 12 DirectX. Кстати, в World of Warships FPS тоже стал лучше, но там у меня он был и так хорош, поэтому разница буквально в 5-10 кадров не особо ощутима. Это более ощутимо именно в World of Tanks. Естественно, после всего этого мне захотелось потестить другие игры. Первым делом я запустил Counter-Strike GO, Rust и Battlefield 3, в которых у меня и так был хороший FPS, разве что картинка теперь стала более плавной. Не знаю, с чем это связано, но вся вот эта вот дерганность, она ушла куда-то и вообще она практически не появляется. Ну и естественно, я решил проверить арморит Warfare и War Thunder. Арморит у меня вообще ни в какую не запускался, вылетала ошибка одна за другой. То какая-то вообще непонятная DX, что-то там, почитал я в интернете про эту ошибку, оказалось нужно повысить вольтаж на видеокарте. Хорошо, я повысил вольтаж, ничего не изменилось. Арморит не запускается. Я не знаю, с чем это связано, но почему-то CryEngine на 10-й винде работать вообще не хочет. Причем в Crysis 3 такая же проблема, я его ставлю и он просто не запускается. Возможно, это проблема движка, а может быть проблема того, что разработчики просто забыли про оптимизацию под 10-ю винду. В любом случае, это неприятно, хотя в арморит я все равно особо не играю, поэтому пофиг. War Thunder, к счастью, запустился и в нем с FPS проблем не наблюдалось. Вот эта тоже дерганность куда-то ушла, но чтоб какой-то произошел дикий прирост, я этого не заметил. Да, картинка стала плавнее и возможно FPS, ну может на 5 кадров вырос. Но чтобы произошло что-то сверх, что могло бы меня удивить, такого не было. Что в принципе для Tundra неудивительно, так как там все-таки больше на видеокарту идет упор, нежели на процессор. Но у меня появилась другая проблема, звук стал полностью отсутствовать, причем такое не только в Tundra. Так, звук на системе есть. В Tundra звук отсутствует вообще, то есть напрочь. Видите, звуки все выкручены. Если кто сомневается, нажимаем пуск, возвращаемся назад, нажимаем сюда, все. То есть никаких микшеров, ничего, вот открывай специальный микшер, чтобы вы поняли. Ничего. Здесь вообще нет никаких лишних настроек, то есть все. Tundra, она, ну, просто без звука. В Ил-2 штурмовике то же самое. Скорее всего это не доработка движка, либо отсутствие драйвера какого-то, я не знаю. Хотя дрова, которые я качал от Realtek, они созданы для десятой винды. Ну то есть как, там поддержка десятки, восьмерки и всего прочего, и у меня нигде не было проблем со звуком, но почему-то здесь он появился. Не знаю, скорее всего просто разработчики еще не работали с десятой виндой и пока что на это забили. В любом случае радует то, что Wargaming, Bohemia и другие студии уже заранее как-то там оптимизируют свою игру под десятку. Но печалит то, что некоторые студии полностью на это забивают. На этом, пожалуй, я закончу. Если вы хотите какое-то конкретное тематическое видео, например, о том, как у меня выросла производительность на ноуте или что-то такое, то обязательно напишите об этом в комментариях. А также можете посоветовать какие-то игры, которые вот очень сильно используют процессор, но практически не используют видеокарту. Мне бы хотелось их тоже проверить. Ну а на этом на сегодня все. С вами был Хомиш. Надеюсь, вам было интересно. И не забывайте поставить лайк под видео, подписаться на мой канал, если еще не подписаны, а также вступить в мою группу ВКонтакте. Удачи вам, успехов и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!